Приветствую вас, Евгений. Не совсем понятно, что вы хотите от психологов, потому что складывается такое впечатление, что вы больше как-то вот за советом обратились. Именно вот такой прямой совет может позвониться о его жене и все сказать по чесноку. Но ведь вы же понимаете, что прямой совет психолог даже не может, потому что это было бы неэтично с точки зрения психотерапии. Вот. Поэтому я думаю, я так думаю, я так думаю, что вам нужно в первую очередь разобраться в себе. Ладно? То есть вы говорите, что меня не на месте сердца, что жена Назарова, что жена у него договорилась и прочее, прочее, прочее. О чем это говорит? Большой мужчина. Это говорит о том, что вы не уверены в себе. Что вы чего-то боитесь, что вы чего-то опасаетесь, опасаетесь. Возможно есть, например. Например. Вина. Чувство вины. Возможно. Возможно, конечно, что нет. Но, в проверку, чувство вины есть. Вы говорите, что вот, я сразу выясняю, если у мужчины прошлое, я бы никогда не стал влиять в эти трудности. Хорошо. Может быть и так. Ну вот. Какой вопрос тогда? А какие у вас чувства к мужчине? Есть ли у вас чувства к мужчине? Вообще. В таком случае? Потому что, извините, 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 но здесь дело не только в трудностях. Важно. Но здесь дело еще и в том, как вы относитесь к человеку. Потому что, если вы человека любите. Например, если вы хотите сделать его счастливыми. Например. Имеет ли тогда значение, что у него. Жена. Какая у него договоренность. Жена. На мой взгляд. Если вы, к сожалению, говорите в основном только себя. Вы не говорите о мужчине. Вы не говорите о том. Что, например, вам хочется именно для него. Что вам хочется именно для человека. Но я в этом видимо не говорите. Практически. Что я совсем не говорю. Совсем об этом. Ну, не совсем. Совсем-совсем об этом не говорите. И, на мой взгляд, это серьезно. Потому что, да, я понимаю. Я понимаю. Ваше состояние. Я понимаю, что вам действительно тревожное. Но задумайтесь. Задумайтесь вам. Почему. Почему вам тревожное. Вы просто подумайте об этом. Задумайтесь, почему. Почему вам тревожное. Из-за чего? Из-за чего вам тревожное. Вы увидите, что тревожное вам меньше. Потому что. Здесь вы пытаетесь по большому счету решить свои проблемы. Это не проблема того, как вы относитесь к мужчине, это именно ваши проблемы, ваши переживания, ваши неверности, ваши конфликты и страхи, понимаете? И ваши чувства вины, что вот, дескать, я разбил семью и прочее, и прочее, якобы, именно якобы, потому что семью разбить, ну, вы не способны, как не способны это сделать кто-либо, или кто-либо еще, не, это не реально. Если люди любят друг другу, если люди бородят друг другу, если люди хотят быть несты, то он никакую семью не разобьет, вот. Здесь у вас, опять же, проявляется некое такое смещение собственной значимости. Ну и, что можно сказать, можно сказать, что у вас первый брак, не получился, вы расстались, у вас сейчас вот вторые отношения, не получились, не получились, не получались, ну, этого, очевидно, есть причины, и эти причины нужно разбирать. Что-то в вашем поведении создает определенные обстоятельства, в которых вы отталкиваете мужчин и не можете выстрелить на отдыхе. Я познакомлюсь на отдыхе с мужчиной Арменовым, он работал в нашем отеле поваром, пригласил на свидание. Значит. Смотрите. Если вы познакомились с мужчиной на отдыхе, это означает, что общего, общего между вами крайне мало. Именно общего. Мало. Вы поймите, пожалуйста, правило, что я хочу сказать. Так? Все. Мало общего. Именно общего. То есть, вы друг друга не способны, вероятно, воспринимать, как личные стены. Потому что у вас нет точек предыкновений, кроме как гендерных. Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы сами с мужчинами, очевидно, знакомитесь с большим трудом, либо вас не знакомитесь вообще. И вы не общаетесь с мужчинами непринужденно на фундаменте своей деятельности. Вот. То есть, вам необходимо организовать свой образ жизни так, чтобы в процессе занятия какой-либо деятельности, желательно не коммерческой. Хоть вы смогли бы примать эту женщину, чтобы они видели вас лично, чтобы они не видели только вас, только женщину. Но именно это произошло в случае с вашим мужчиной-армянином. Он в силу, в том числе, особенностей, национальности своей. Он видит вас именно как женщину. Вот. И это проблема. Дальше. При голосове на свиданиях покулярия ничего близкого не было. Ну, а даже если бы было что плохого в этом. Ну, похоже, если честно, больше это на такую, знаете, страсть, вот, между вами, чем на такое вот, ну, чем на любовь. Вот. Похоже на нуждаемость, как мне кажется, даже обоюдную нуждаемость друг в друге и в этом общении. Ну, и разговоры о нас, о нашем будущем тоже, мне кажется, предевременны. Вот. То есть это больше все-таки, наверное, про то, что мужчина в чем-то нуждается, это про то, что вы в чем-то нуждается. Вот. Опять же, есть момент того, что вы разведены. Вот. Завод просто так не случается. И просто так не переживается. Вот. Поэтому здесь непонятно сделали вы выводы из того, что развелись. И какие выводы? Вот. Вот. Я сказал, что не женат, детей нет, но когда отношения завязались, пока под клепону принялась, что женат и есть ребенок 5 лет. Что это значит? А что значит, отношения под клепону тоже не очень понятно. Я оскорбился, потому что такие вещи выясняются, наверное, и когда бы не стало начинать такую геморрогу. Что это значит, вы оскорбились с Евгением? Ну вот. Наверное, это вершина эльбрега лично ваших проблем, потому что это значит оскорбилась. Вы обидели? Давайте подумаем, что такое обидель, что она из себя представляет. Вот. Давайте подумаем о том, как, например, часто вы обижаетесь. Вот. Давайте подумаем, как, 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 как вот много вы обижаетесь, например, и на что вы обижаетесь. Что вам задевало в таком случае? Ну вот вы говорите, что я бы узнал сразу, не стал бы связываться в эту геморрогу. Хорошо. Вы узнали сейчас. Ну, а в это же дело, что происходит? То есть, понимаете, надо отделить нужно то, что вы хотите для себя, и то, что вы чувствуете для себя порно, и то, что вы хотите для мужчины, то, что вы чувствуете для мужчины. Понятные вещи. Дальше. Да. Значит. Так. Опять сказал, что ему самому неприятно. Что. Созвратительно. Понятно. Скажи мне, брат, я была не с ним. Не была бы с ним. И что? Что дальше-то? Как? Я говорю. Оптимус. Пусть я применил сообщение по телефону. Он рассчитался с работой в канаде. Поехал к жене с сыном. Брошел за вещами. Придел ко мне в мозгу. Живем вместе с годом. Ну, во-первых, странно вы говорите, что вы год назад познакомились, потому что потом три месяца общались по телефону и живете вместе год. То есть, познакомились вы не год назад, а два месяца года назад. Странно. Это первое. Второе. Как-то не очень ясно. Вы говорите, что вы оскорбились, что он сказал, что он женат и у него ребенок есть. Вот. Но все равно общение продолжили. И позволили ему прилететь к вам и жить вместе с вами. Это странно. Учитывая, что у вас есть позиция. Как так вышло, что вы свою позицию не оставите? Ну, хорошо. Есть у мужчины определенные моменты, связанные с гражданством с помощью паспорта и прочего. Ну, позвольте ему все эти проблемы разрешить. Тут как бы вы этого не делаете. Так. Развода до сих пор нет, так как он должен был получить гражданство РФ через брак. Наконец, гражданство получено в августе. Вроде бы, а мне женой разговаривали, чтобы написал заявление на разбор, но сейчас не на месте. Тревога. Давайте называть вещи своими именами. Тревога. Вы чувствуете тревогу. Что такое тревога? Это определенные чувства, которым вы не прислушиваете. Которые вы не выражаете. Так. Дело в том, что во время последней ссоры я пригласил вас отправлю его на нашу фото, как мы ездили в Ереван. Он, кстати, меня там с ними познакомил. Так. Ну, во-первых, из чего ссора была? Как сейчас вы ссоритесь? Это тоже очень важный момент. Как вообще вышло так, что вы начали грозить человеку? Этим феноменом вы преподносите как некую константу. Но это не константа. Это нужно разбирать. Потому что ссоры из-за чего-то, угроза, попытка манипуляции, какая обида. Вот. Все это деструктивные формы поведения, которые вам, Евгений, вам нужно корректировать. Вне зависимости от того, будете ли вы с этим мужчиной или с кем-то еще. Далее вы видите, что он испугался. Он испугался. И теперь из-за этого вы думаете, что у них, что его жена не в курсе, что он живет с вами и прочее. Здесь первое, личный границ, что делает мужчина. На своей семье вас не касается. И вы переходите границ, пытаясь, например, рассматривать идею, звонка и его жене. Потому что она тут не касается. Это первое. Второе. Вы боитесь. Его страх, кто испугался, того, что вы можете отправить фото его жене. Может быть, абсолютно чем угодно вызвать. Но вы боитесь чего-то. Вы тревожитесь. Вы в чем-то не уверены. Вы чувствуете себя увезвимым. Вот на это обратите внимание, Евгений. А не на то, чтобы кому-то что-то позвонить и что-то сделать. Проблема находится в вас. Важность страха. Может быть, брошено. Может быть, одиночество. Может быть, воля. Может быть, предательство. Может быть, чего-то, что вытекает из предыдущего брака. Кто знает. Факт тот, что вторые отношения у вас не складываются. И нужно разобрать причины. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. И вы сможете найти достойный выход из положения. Положение. Все равно. До встречи.